Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях почётный гражданин посёлка Красково, член Российской Академии наук. Долгие годы возглавлял в НИИ крахмалопродуктов. Николай Руфеевич Андреев пришёл к нам в гости. И первый вопрос. Николай Руфеевич, а что для вас Красково? Вот что для вас посёлок Красково? Ну, я хотел бы сказать вам сначала. Очень знаменательно то, что сегодня интервью. Это был знаменательный год. 400 лет Люберца. 400 лет Люберца и 90 лет нашему институту. Институту, да. Вот если не о Красково, Красково я думаю, что позже можно остановиться. Давайте, хорошо. Вот в институте. Институт основан был в 1933 году. И он назывался «Институт крахмалопадущей промышленности и несвекловичных сахароносцев». И он сначала был в Москве, мы вместе были в Кондитутском институте. А потом в 1955 году, период реорганизации будет народного хозяйства, приблизить науку, производству, нас перевели в Коренёва. Сейчас Коренёва, жаль, конечно, не осталось административного отделения, но всё равно Коренёва остаётся. Да. Хотя мы сейчас официально административно Красково. Я почтовый адрес и Красково. Вот. Институт, конечно, сам по своему назначению занимался, конечно, самой переработкой сырья наука. И в первую очередь, конечно, картофель это было. Но это вот 1933 год, это же такое время, когда индустриализация... Вот это вот. И самое интересное, почему создался институт. Микоян... Так, Анастас. Анастас Микоян был в Америке. И посмотрите, что там перерабатывают они кукурузы. Если Европа перерабатывала картофель, то Америка в основном была на кукурузе. И вот первый завод был по настоянию Микояна куплен в Соединённых Штатах. И для этого вот понадобилось его, чтобы оно успешно работало, и чтобы там эти технологии были внедрены на нашей стране, в Советском Союзе. То есть взять как бы их технологию и внедрить здесь. Да. И поставили даже оборудование. Так. И оборудование поставили. И здесь вот как раз был организован по нашей институту, был организован филиал нашей института на этом Бесланском Моисовом комбинате. Ну, почему Моис? Моис кукуруза – это одно и то же. Американцы, они зовут её Моис. Бесланский Моисовый комбинат. Это был самый крупный завод, не только у нас, самый крупный завод в Европе. В Европе, это она же была на картофеле. А почему, кстати, они на картофеле, Европа, а американцы на кукурузе? Ну, в принципе… Хрущёв же потом ездил, опять же там была кукуруза. Помните, он говорил? В принципе, картофель, ну, он и у нас был всё время. Наши всё. Наш первый завод, который был на Волхе, по Низовкино. Даже у Некрасова есть там стихотворение об этом, что крахмал – товар, да, и богатеет из-за того, что имеется цен свой товар, свой картофель. Вот, поэтому, ну, естественно, кукуруза, чем хорошо для переработки, можно работать круглый год. Что касается картофеля, здесь всё-таки сезонность, сезонность работы. Ну, сейчас же можно картофель-то отовсюду брать-то. Только качество этого картофеля, наверное, не очень хорошее. Так? Вы знаете, делаем вот в чём. Делать всё, всё, почему... Давайте, мы сейчас, дать киноисторию институт. Давайте, хорошо. Вот Бесланский Моисен-Комбинат, это был флагман, так сказать, нашей промышленности, да, и в Европе. Вот. И потом, дальше вот на базе Бесландского Моисен-Комбината, после успешной работы, был построен уже с нашими, уже нашим институтом, по нашей технологии, уже с нашим оборудованием, Верхнеднепровский крахмалопадочный кабинет. Глюкозопадочный кабинет, он так и назывался, ВДК. Который, помимо вот крахмала, патоки, карамельной патоки, и делал глюкозу. Глюкозу делал и Бесландский Моисен-Комбинат в период Великой Отечественной войны. Потому что это, сам говорит, потеря крови, потеря... Глюкозу нужно, в честном так сказать, видеть, да. Да, необходима была эта глюкоза. Вот. Это вот одно из таких основных наших самых достижений, да, вот что наш институт работал как раз по разработке отечественной технологии глюкозы. Более того, разработка этих, тоже на Басландском Моисен-Комбинате, это бы дескрины. Декстрины, это, ну, как бы, как бы, кисно-расщепленный крахмал, который как раз основанием для пороховых, связанных, для порохов. То есть товары двойного назначения. Как мы работали, вот, после, до военные годы, да, и в военные, там, годы. Ну, а дальше, конечно, у нас, когда мы перебили в 55-м году, да, вот, Коренево, на базе, кстати, завод крахмального завода, который принадлежал ИКХ, институт картофельных хозяйств. Так что мы, в принципе... Забрались им. Да, забрались им вместе. Ну вот, значит, после военной годы, значит, у нас развивалась промышленность наша. Ну, я вам скажу, у нас мы получили еще репарационное оборудование. Вот, у нас Климовский завод в Брянской области, да, мы целиком привезли из Германии. Там интересные, конечно, были самые оборудования. То есть вы его и рассматривали тоже, смотрели так, что, где. Да, и в Кореневе у нас, значит, на базе вот мастерских, потом мы это расширили, это дело, и стали производить оборудование уже для переработки картофеля. Переработка картофеля, кукуруза, там, в основном, это было, это, и бортное оборудование, ну, и потом наше, Минхеммаша, уже там сепараторы, а центрифуги, вот такие самые, это, измельчающие машины. Вот это вот, то, что начали, в Анцургское бюро организовано было в 55-м году, вот, и расширены были мастерские. Вот, и мы начали всем выпускать это оборудование. Особенно, что касается, для Бесландского моезда комбината, мы поставили вместе в жерновол наши измельчающие машины. Большого ударного действия. Вот это, он говорит, это революция целая на Бесландском моезда комбинате. То есть, мы совершенствовали еще оборудование, технологии на Бесландском моезда комбинате. Вот это вот, ну, после войны, особенно, говорю, вот, 50-50-е годы, основное внимание было уделено картофельному производству. Да, потому что у нас, ну, были спиртокрахмальные заводы, вот, ну, а в основном, ну, где-то около 70-ти картофельных заводов. Ну, страна-то картофельная. Ну, да, естественно, такие, как Брянская область, Розанская область, и было много низовых заводов. Ну, низовые заводы, которые перерабатывали картофель, а потом получали картофельный в виде крахмала, а потом возили на головной завод, где сушили. Значит, вот это, будем говорить, довольно-таки, ну, кустарная техника была, да, и мы, это было уже в 50-60-е годы, перешли на новое оборудование. У нас даже, мы неоднократно, я потом демонстрирую, это так называемое внедрение гидроциклонных установок. Это что, значит, то есть измельченный картофель направлялся на гидроциклонную установку, да, вместе, значит, все это картофельная кашка, так называемая, значит, трилетальный сок, мезга, клетчатка и сам крахмал. И вот это вот все, 14 ступен гидроциклона, то есть за счет противотока, это промывалось. Крахмал в одну сторону, да, а мезга с клеточным соком в другую сторону. Вот это вот, сделай, говорит, целая революция была у нас в картофельно-крахмальном производстве. Это как раз до 90-го года. И потом мы эту технологию, во-первых, наши все заводы, где-то 50 заводов у нас оставалось, перевели вот на эту технологию. То есть упрощается сразу самая технология, вся сокращается это. Естественно, большие заслуги нас. Рязанская область перевели, Брянская область, и в Татарии, и в Чувашии. То есть заводы перешли на вот это вот использование рационных установок. Так называют совместное промывание крахмала с мезводств клетчатки. Более того, мы сотрудничали как раз тогда у нас и поляки, и чехи, и ГДР. Страны СФ. Да, и несколько установок мы поставили одну в ГДР, а одну в Чехословакии. Но это, так сказать, порядка эксперимента это было. Но самая большая была наша оценка, говорят, победа, это проведение в Брянской области реконструкции климатского завода. Когда проехал секретарь ЦК Никонов и побывал на Крымовском заводе, и он, значит, сказал, вот эту вот технологию, надо сделать основной, так сказать, это в нашей стране, и больше того, экспортировать эту технологию. И это мы провели там на базе вот этого завода, сделали показательный завод по переработке 1000 тонн картофеля в сутки. 1000 тонн? 1000 тонн картофеля в сутки. А то, ну, будем говорить, это на уровне европейского, по картофелям небольшие заводы. И вот должно было провести большое там конференции, это было в 88-м году, но не состоялось, ну, это, может быть, даже не это, не стоит об этом говорить, потому что спитак, когда была назначена конференция, вот случилось это. Ну, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Николай Руфеевич Андреев, почетный гражданин поселка Коротково, член Российской академии наук, долгие годы возглавлял в НИИ крахмалопродуктов. Как еще раз он назывался, когда первый раз в 1933 году полностью? Он назывался «Центральный научно-исследовательский институт крахмалопаточной промышленности и несвекловичных сахаров». Вот, вот здесь, пока вы это все запомните, мы сделаем небольшую паузу и вернемся к вам в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Николай Руфеевич Андреев, член Российской академии наук, долгие годы возглавлял в НИИ крахмалопродуктов. Говорим о работе института. В этом году институту исполняется 90 лет. И вот в 88-м году должно было состояться большое совещание, но, к сожалению, случилось... И что было потом? Это же время Горбачева. Она не состоялась, но завод был пущен. Новый этот завод еще тонн переработки картофеля в сотки. Время горбачевское. 88-й год. Это было... Особое время. Очень было это интересно, потому что завод не просто построили завод, а построили завод, так называемая система Брянский крахмал. То есть у этого объединения вошли ближайшие колхозы. Колхозы вошли. И с поставкой именно самокартофеля на этот завод. Потому что все-таки... И мы переработали тогда где-то порядка 120 тысяч тонн картофеля за год. И получили хорошие самые показатели. все, но... После этого... Ну, я уже продолжаю дальше продолжать к нам. Мы были в китайцах. Китайцы в этом сотрудничестве. И ихняя делегация приехала на этот завод. Приехали в завод и внимательно. Все посмотрели. И у нас... Мы заключили с ними... Договор. Несколько... На контрактах. С 93-го года... Вот, 93-го года, по 95-й год, 96-й год, мы поставили в Китай на 7 заводов оборудования. Разной производительности. 500 тонн переработки, и 200 тонн, и 50 тонн сутки переработки картофеля. 7 заводов. Наши специалисты ездили туда, значит, на шахмонтаж, на пуск заводов. Так что это у нас одна из таких наших больших заслуг, так сказать, институт. И я скажу, даже в это время нам именно Китай помог в финансировании. А, то есть он вас фактически спас. Самый тяжелый это был период. Это у нас... Почему? Значит, когда у нас датировался картофель, переработка картофеля датировалась, ну, 40 процентов, там, а, дотация была. Когда в 92-м году сняли дотацию, и в принципе переработка картофеля стала выточной. Ага. Вот. И наши заводы, ну, естественно, это не могли, не могли вот картофель, да, перерабатывать по такой цене. Ага. картофель упала. И наше оборудование уже не... Ну, не было спроса того, который там был раньше. Вот. А китайцы, вот, на всем заводам, мы как раз это сам неплохо, а неплохо мы заработали именно на этом. И на нашем оборудовании, да, вот, и за получение валюты от китайцев. То есть вам повезло, можно так сказать, вашему заводу? Ну, тогда, да. Да. Так сложилось, так сложились, как там это, звезды так сошлись, что действительно сам это. И мы, собственно говоря, в этот период, я вот как раз перейду, может быть, к этому. А, вот давайте еще одну работу, которую, значит, в 88-м, в 87-м году, когда же в этот период, да, у нас, у нас расцвет был, в нашей крахмальной промышленности, наше оборудование, много перерабатывалось картофеля. Вот, у нас была еще программа, в которой участвовало четыре министерства, она так называлась, проходила по закрытой линии, значит, это создание кровезаменителей. И, вот, ну, не только, участвовало четыре у нас института, а это институт кровезаменителей, институт искусственных красителей, наш, это институт, и, естественно, Краснодарский институт, который выращивал кукурузу. Не простая кукуруза, а восковидная кукуруза. А у вас, чем она хорошо, у нее, вот, молекула крахмала, ветвистая, амилозный крахмал, линейная молекула глюкозы, а есть ветвистая молекула глюкозы. Она получше. Дело в том, что у нее более высокомулярный вес, и что здесь было, значит, как ее делали, значит, мы эту кукурузу, получали крахмал, амилопектиновый крахмал. Здесь мы его обрезали, глюкозовой веткой там обрезали, будем ее делали оцепь поменьше, и как раз вот эта вот масса как раз была аналогична в массе плазме крови. Он так и назывался вот этот заведитель, как его назвать, назвал плазмозамещающие средства. И в принципе мы выпустили у себя перерабатывали кукурузу, передавали его в институт в Лобня, в Лобня институт, там ее тарифицировали, то есть сажали сетилен лекольт, и потом фракционировали и передавали центр хирургии в Москве, и там у них, организовали ТО, так называемая мера у нас, вот участвовали вот четыре, и мы выпустили полсотни флаконов, коронавирусом, сейчас у нас тоже там стоит. И было бы все неплохо, если бы нашего парня, который организовывал сидел бы, начали ООО, все было сделано, это все, и потребители, это все как положено, да. Но это же был уже у нас 92-й год, 92-й, 93-й год, и нашему главу, который организовывал все это дело, парень, хороший такой был, переводили японцы, марешита фарма-сютиков, да, которые выпускают тоже эти крахмалы, их выразиливают еще немецкие, и они на рынке у нас пришли на рынок. наши получается, а он туда? Пришли на рынок и наши, это свернули наши, заловили, будем так говорить. Понятно. Хорошо. Так это вот задача, что мы участвовали в таких оцарова, во-первых, по глюкозе, вот и большая, революция как лопаточного промышленности, расчет его технологии, и, естественно, вот это может будем называть кровезаминитель двалика, который, мы говорим, отца и технология, это есть, который выпуск, выпускали, даже выпустили уже, 50-й челокон. Ну, тот период был очень-очень сложный. И в это время, как раз, когда нас китайцы помогли, мы сумели, сумели все-таки это прилично заработать, отца, вот эти деда стоят, 23-24-е годы, как раз, собственно, это и жили за них. Ну, а теперь переходим к нашей общественной деятельности, нашей института. Ну, во-первых, вместе с институтом картофельного хозяйства, мы два градообразующих, будем говорить, объекта, да, и наши институты, у них земля, у нас земля-то не было, на их земле-то стоят. Но, когда мы вот с нашими успехами, да, вот о чем я это говорил, мы были министерством пищевой промышленности, и нам неплохо финансово финансировали. Финансировали как раз это министерство. То есть давали не, помимо того, что работает само собой это швейцы договора, но давали еще на укрепление материально-технической базы. Так. И мы, в принципе, построили, да, во-первых, когда вот КБ организовывалось в этом своем махтерке расширились, то здесь мы привлекли очень много молодых специалистов. И у нас и строили дома. Строили дома, и я вам скажу, что у нас построено, если половина поселка, но сейчас может быть больше половины поселка, это были наши дома, ведомственные дома. Ну, то есть вы давали людям еще и жилье. То есть мы практически всех обеспечили самим жильем, включая и молодых специалистов. Ну, вот, как вам кажется сегодня, вот, люди помнят об этом, что эти дома от вас пришли к ним? Ну, естественно, конечно, что же это, у нас, ну, во-первых, хорошо-то близкая работа. У нас москвичей, были, конечно, москвичи, но москвичи составляют где-то порядка 10-15 процентов. А, остальные местные? Приезжали, остальные на месте, отцены. Ну, мы брали институт, институт пищевой промышленности, оттуда специалисты в основном. Но, министерство, его у нас, вот этот вопрос, как раз, очень активно поддержало, с тем, что мы полностью обеспечивали жульем. Более того, социальный объект, значит, детский сад у нас построен был, значит, тоже отцены за министерство. Дальше, ну, магазин, кооператор, я думаю, что это, там участвовал и в Центросоюзе, тогда, значит, но, основной, это дом культуры, это гордость нашего, не только русского улюбера, это гордость Московской области. Здесь, у нас, к сожалению, мало времени остается. Николай Ефеевич, вы члены Российской Академии Наук. Вот, скажите, что такое академик? Что вот ощущает академик сегодня, спустя вот такой большой творческий путь, пройденный вами, жизненный? Вы знаете, против Академии, ну, здесь тут трудно на эту тему говорить, оценивать, но Академия, скорее всего, ну, были, конечно, недостатки в работе Академии. То, что она в центре Москвы, собственные эти самые здания, собственные гостиницы, даже самые рестораны, Академия, на балансе Академии, это же было отдельное. И свое имущество. Но когда там возник скандал по поводу там гостиницы, рестораны, дальше, здесь, ну, а был у нас до Собянина Лужков, да? Ну, короче говоря, Академию лишили имущества, забрали имущество. Академия изменили статус. Если она была независимая, то она стала преобразованием Академии, и, ну, как бы сказать, она, то есть, институт, организовали ФОНО, Федеральное агентство научных организаций. С люберцами, ну, я бы скажу, больше, конечно, сдвиги за этот период, за последние годы. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, рассказали о заводе, рассказали о довольно любопытном картофель и кукурузе, о том, что и китайцы, и японцы, кто только не охотился за этой технологией, за то, что 90 лет институту, и напомню, что у нас в гостях был почетный гражданин Краскова, член Российской Академии наук, долгие годы возглавлял в НИИ крахмала продуктов, и еще выступал в качестве и работает в Российской Академии наук. Мы поздравляем вас с 400-летием Люберец, который отмечается в этом году, ну и надеемся на то, что все самое лучшее из прошлого обязательно сохранится в будущем. Николай Руфеевич Андреев, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин